Сегодня день российской печати. Праздник связан с исторической датой. 2 января 1703 года, то есть 13 января по новому стилю, вышел первый номер газеты «Ведомости». Сейчас документ хранят в отделе редкой книги Российской национальной библиотеки. Это один из многочисленных раритетов РНБ. Там вообще самое большое в России, одно из крупнейших в мире – собрание газет. Протяженность подшивок, если выставить их в один ряд, почитали в книгохранилище, превысила бы расстояние в 50 километров. Правда, не все экземпляры доступны читателям. На некоторых папках надпись «По ветхости не выдавать». Специалисты поясняют, с конца 19 века российская печать перешла на более дешевую, так называемую газетную бумагу, вместо более качественной, тряпичной. Срок Юсуума рассчитывался от нескольких дней до месяца. Проходит десятилетие, мы уже прошли века, и мы понимаем, что на страницах этих изданий огромный пласт ценной исторической информации. По сути, это дневник жизни. Чтобы вновь сделать эти дневники доступными для читателей, библиотеки ведут оцифровку изданий. Оборудование позволяет превратить газеты в фотодокументы, не травмируя исторические экземпляры. Газета очень хрупкая по своему конструктуре. Полежавшая и пожившая газета еще более хрупкая. Поэтому от оператора требуется тщательное внимание, аккуратность при работе с этими документами. До конца года в Российской национальной библиотеке планируют отреставрировать, а затем оцифровать 7 тысяч номеров большоформатных газет. Еще 15 тысяч отсканируют без подготовки. Спасибо.